приветствую дорогого зрителя в этом видео рассмотрим такую замечательную мини настольную циркулярную пилу от компании olsen вот у нас внешний вид у нее такой выполнена она очень качественно честно говоря я был удивлен когда получил ее практически можно из коробки достать и пользоваться разберем ее посмотрим основные узлы ну и комплектацию давайте сначала посмотрим поехали ну и начнем из блока питания как вы уже могли заметить напряжение регулируется с 12 до 24 вольт вот этим ползунком вот так он выглядит здесь у вас технические характеристики на экране можете поставить на паузу и почитать сам блок питания довольно таки тяжеленький не скажу что он увесистый но добротно выполнен кабель тоже хорошо выполнен комбинированный параллельный упор за кадром я его уже проверял угол в 90 и 45 градусов держит отлично сам он выполнен очень даже цивильно никаких облоев ни заусенцев ничего нету видите все крутится вертится как надо также в комплекте шли защитная накладка и кисточка параллельный упор к нему у меня вообще никаких вопросов нет сделан он очень качественно и культурно честно говоря я не ожидал такого качества можно достать из коробки и пользоваться также в комплекте шли 4 шестигранных ключа здесь ничего особенного обычные ключи и плавненько подойдем к самой фрезе именно не к диску а к фрезе потому что это фреза выполнена она очень даже цивильные культурно не скажу что это лучшая фреза что я видел но как говорится что есть если кому надо вот пожалуйста маркировка фрезы поближе может кому пригодится перейдем в так называемое закулисье рассмотрим мотор и редукторный узел как можем заметить контактный узел двигателя соединен с проводкой не пайкой а быстросъемными соединениями честно говоря я отдаю предпочтение пайки на мой взгляд это лучшее неразъемное соединение а здесь видите как-то не внушает доверия в будущем это все перепаяю обязательно маркировка двигателя поближе здесь стоит обычный 775 мотор 24 вольтовый ничего особенного вот мы и подошли к редукторной части здесь стоят два подшипника 608 rs 8 миллиметровый шпиндель ну и отверстие проточены специально для фиксации шпинделя чтобы можно было зафиксировать диск ну а это редукторный узел с другой стороны здесь ничего замысловатого как вы видите здесь малышки в двигателя и большой шкив редукторной части ременная передача здесь маркировка ремня кому может надо вот как-то так ну а это обратная сторона винта которая осуществляет подачу фрезы вверх и вниз ничего замысловатого ну и рассмотрим редукторный узел с другой стороны здесь у нас массивные пружины за кадром я все это дело смазал чтобы все это хорошо скользило здесь у нас ограничитель вылета фрезы ну или опускание у нас фреза не опустится ниже заданной глубины в будущем я его немножко переделаю шестигранные болты здесь массивные все сделано довольно качественно фрезеровка отличная под наклеечкой у нас здесь спрятаны шестигранные винты для разборки редуктора с другой стороны здесь тоже ничего особенного ну и взглянем на нижнюю ответную часть основного корпуса здесь сталь толщиной 1 миллиметр как видите отсек фрезы он отдельно это хорошо то есть пылесборник будет в одном месте выполнено очень даже хорошо и культурно мне нравится фиксирующие кольца или фланцы для фрезы не знаю кому как удобно так и называйте выполнены они довольно таки аккуратно вот так это у нас все выглядит сборе сейчас мы все это дело установим на шпиндель надо бы уже начать пилить мы в сборке здесь ничего сложного как видите установка она простецкая тут самое главное ничего на перекос не установить ну и вот сама фиксация шпинделя как можете заметить очень удобно сделано тут самое главное без фанатизма не пережать все диск зажат эти все аккуратно и красиво ну и давайте выставим нужный нам вылет фрезы в моем случае он будет максимальным будем тестить по максимуму таки ременная передача дает о себе знать это круто это действительно круто циркулярку меня даже не напрягается а деревяшка между прочим очень сухая ну и вот сам результат как видите спил аккуратный ровный даже гладкий повторюсь в кадре деревяшка это очень сухая деревяшка ну и давайте торца нём вот деревяшку ненужная часть просто торца нём специально давлю на пилу посильнее как видите циркулярки все равно мы можем наблюдать результат все шикарно и аккуратно носить как гладко спиливает фреза вообще идеально ну и давайте еще один тест также торца нём деревяшку кстати все так же давлю на пилу в кадре может это не чувствуется но я давлю на нее а деревяшка очень очень сухая фреза справляется на ура хоть вы видите что это просто бюджетная фреза ну и скажу так за кадром я работал этой пилой намного больше более часа ну и вот результаты тестов циркулярка тесты прошла более чем я доволен классная пила ну и как всегда пара слов про инструмент конечно эту мини циркулярку сложно назвать инструментом да простят меня боги инструментальщики но я буду звать ее инструментом приобретал я ее для крафтов для будущих проектов буду собирать левитирующий двигатель это один из проектов так небольшой анонсик такую пилу я порекомендую любому домашнему мастеру если хотите навести в беспорядок квартире то пожалуйста это была минутка юмора не в целом пила годная всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока